МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкий физик-теоретик Макс Планк любил говорить. Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми, к которым он побуждает других. Давайте делать открытия вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Универсальный солдат. Как израильские военные ходят в разведку с электронным напарником? Где применяют роботов-убийц? И что случится, если в системе такой машины произойдет сбой? В любом случае, все стратегически понимают, что роботы будут в армии. И у кого они будут самые сильные, тот и победит. Пожиратель смерти. Что такое огненный смерч? Какова природа этого явления? И почему спасатели называют его самой безжалостной стихией? В Гамбурге бушевал огненный вихрь диаметром в 3,5 километра. Он за полчаса уничтожил около 40 тысяч человек. Дом, который построил Джек. Почему привидения селятся в заброшенных домах и уютных отелях? Откуда берутся фантомы и где их можно встретить? Призрак – это, скорее всего, природное явление. В большинстве случаев его можно попытаться объяснить какими-то законами обычной нашей физики. Секретная служба Святого Престола. Кто охраняет Ватикан? Страшные тайны спецагентов, наместника Бога на Земле. Это некая такая черная кошка в темной комнате, о которой все знают, но никто ее не видеть не может. Ацтекский волк. Археологи обнаружили ритуальное захоронение волка в руинах пирамиды ацтеков. Чем животное заслужило столь пышные похороны? Сердце, вырванное из тела волка, было принесено в жертву по определенному ритуалу. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Частная израильская компания разработала наземного гусеничного робота «Дого». Его назвали в честь самого опасного в мире аргентинского «Дого». И, по мнению конструкторов, их изобретение станет незаменимым для спецслужб. Специалисты считают, что «Дого» можно использовать на переговорах с террористами. Аппарат относят к вооруженной технике. В его арсенале есть смертельное оружие и так называемые средства нелетального воздействия. Его радиус обзора 360 градусов. Он способен пробираться в самые труднодоступные места и убивать по команде. Военные эксперты уже прозвали «Малютку», его вес всего 12 килограммов, машиной-убийцей. Возьмут ли «Дого» на службу спецагента? Сможет ли он противостоять американскому MGTR и нашему «Урагану-9»? И что, если такой аппарат сойдет с ума? На первый взгляд «Дого» больше похож на детскую игрушку на дистанционном управлении. Но на самом деле робот вооружен пистолетом «Глок-26». Своё название «Дого» получил в честь аргентинских «Догов». Это одна из самых агрессивных пород собак. Они могут порвать кабана или пуму, но робот будет охотиться на более крупную дичь – террористов и убийц. По словам экспертов, «Дого» будет сопровождать отряды специального назначения. Благодаря уникальной системе управления и гусеницам, машина сможет при необходимости подняться по лестнице и даже проехать по канализационным трубам. Пока управлять «Дого» нужно при помощи пульта, но мы ждем, что в ближайшее время у него появится искусственный интеллект, и робот сам сможет решать, кого убить. В отличие от человека, у этой машины рука не дрогнет. Она сможет выполнить боевую задачу без лишних эмоций. Военные эксперты утверждают, подобные машины – идеальные спецагенты. Эти железные киллеры уже используются многими странами. В США их применяет полиция. При помощи похожего устройства правоохранителям удалось остановить перестрелку в «Далласе». У нас не было другого выбора, кроме как использовать робота с бомбой и при его помощи взорвать преступника. Подозреваемый был ликвидирован. Это успех. Но эксперты считают, такая машина потенциально опасна. У робота может произойти сбой системы, и он взорвет бомбу в неподходящий момент. Никогда нельзя быть полностью уверенным. Любой механизм может выйти из строя, даже самый надежный. И еще одна угроза – хакеры. Они могут взломать боевого робота и перехватить управление. Но несмотря на риски, боевых роботов разрабатывают во всем мире. Например, в Израиле и США военные сделали ставку на миниатюрные модели. «Дога» и «МГТР» примерно одного размера. Они, в принципе, эти роботы не могут быть в большом количестве и будут для каждого солдата находиться и осуществлять боевую задачу. В любом случае, все стратегически понимают, что роботы будут в армии. И у кого они будут самые сильные, тот и победит. Возможно, именно так будут выглядеть войны в будущем. Вооруженные машины заменят живых людей полностью. Сегодня бои роботов – увлекательное шоу, которое лишь набирает популярность. Но, по словам специалистов, модели, доступные военным сейчас, по своей мощи уже намного превосходят эти игрушки. Жители британского Кембриджа жалуются на атаки агрессивных диких индюков. Они просят помощи у городских чиновников, чтобы те остановили птичий террор. Ранее местное население обращалось с жалобами на беспричинные атаки белок, енотов и других представителей дикой природы. В ответ на жалобы мэр города объявил, что такие нападки животных – это месть за недобросовестное отношение к окружающей природе. и призвал горожан лучше заботиться о так называемых «меньших братьях». Конструкторы из США планируют начать испытание пассажирского сверхзвукового самолета С-512. По проекту лайнер сможет перевозить до 22 пассажиров на скорости 1600 км в час. Максимальная дальность полета составит 11,5 тысяч километров. Конструкторское бюро планирует начать поставки первых серийных самолетов заказчикам уже через пять лет. Российские инженеры публично протестировали летающий мотоцикл. Заезд состоялся в Подмосковье в рамках международных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Пилот-мотогонщик поднялся над землей на метр и пролетел около километра. По словам конструкторов, гибрид дрона и мотоцикла делает новинку незаменимой для экстренных служб и желанной для любителей острых ощущений. Когда новинка появится в общем доступе и во сколько ее оценят создатели, пока неизвестно. Огненный смерч прокатился по Волгоградской области. Под ударом стихии оказалось около ста деревень и станиц в 21-м муниципальном образовании. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб от торнадо, по оценке экспертов, составил несколько десятков миллионов рублей. По мнению спасателей, это редкое природное явление самое опасное в мире. Дело в том, что огненный столб способен остановиться лишь в одном случае, когда выгорает все, что есть в его окружении. И если верить экспертам, то спасти себя или свое имущество от такой стихии с помощью бригады пожарных не выйдет. Но какова его природа? Как смерч превращается в огненного монстра? И есть ли возможность остановить разрушителя? Кадры пылающих вихрей из разных уголков Земли буквально захлестнули социальные сети. Этого огромного огненного монстра сняли в Австралии. А в Латвии огненный смерч, по словам местных жителей, за минуты уничтожил трибуны стадиона в городе Вилины, всего в 50 километрах от российской границы. По словам пожарных, такой огненный смерч может мгновенно выжечь все в радиусе десятков метров. Вихрь подобен огромной перемещающейся печке, внутри которой температура, как в кузнечном горне. В центре торнадо плавится даже металл. Это процесс горения. Воздух нагревается, поднимается вверх, естественно, уменьшает свою плотность. Тут же подсасываются более плотные слои воздуха, холодного воздуха, кочегу возгорания. Происходит закручивание этой массы. И мы видим с вами смерч, но только в процессе горения смерч из огня. Специалисты заявляют, даже самый огромный огненный смерч, образовавшийся на открытой местности, можно остановить. Ученые говорят, это как раз тот случай, когда клин выбивают клином. Применяя такую технологию, как встречный пал, идет фронтовой пожар в лесу. С той стороны, где начинается подтягивание этого холодного воздуха, поджигают горючий материал. И получается так, что идет встречный пожар. Они встречаются вместе, где нет продукта, больше нет источника для горения, и пожар потухает. Однако, по словам спасателей, если подобный вихрь возник в крупном городе, остановить его будет крайне сложно. К примеру, по мнению некоторых историков, именно огненный торнадо в 1812 году уничтожил Москву. А во время Второй мировой войны после бомбардировок пылающие смерчи выжигали улицы Сталинграда, Хиросимы и Гамбурга. Город — это идеальное место для огненного смерчи. Узкие улочки создают сильную тягу, как в печке. Она питает вихрь. К примеру, в 1943 году, после бомбардировки союзников, в Гамбурге бушевал огненный вихрь диаметром в 3,5 километра. Он за полчаса уничтожил около 40 тысяч человек. Эксперты говорят, сегодня люди позабыли о смертельной опасности, которая исходит от огненных вихрей. Этих же правил советуют придерживаться и климатологи. Они заявляют, из-за глобального потепления вероятность встретиться лицом к лицу с огненным торнадо резко возросла. Далее в программе. Автобан из пустых бутылок. Шотландские ученые разработали дорожное полотно из переработанного пластика. Где уже сегодня можно опробовать новинку? И сколько нужно выпить газировки, чтобы отремонтировать один километр пластиковой трассы? Сегодня мы уже построили более 20 тысяч миль дорог с использованием пластиковых отходов. Секретная служба Святого Престола. Кто охраняет Ватикан? Страшные тайны спецагентов наместника бога на земле. Это некая такая черная кошка в темной комнате, о которой все знают, но никто ее не видеть не может. Чудо-остров, попасть на который непросто. Почему окрестности горы Рорайма называют затерянным миром? Правда ли, что на этой территории обитают доисторические животные и живут племена людоедов? Это огромная плоская вершина, действительно, как взлетная полоса, спрятанная от людей за облаками. Тысяча чертей и бутылка Рома. Почему хрупкая девушка стала королевой пиратов? Как мадам Вонг сумела создать собственную флотилию и держать в страхе все побережье Юго-Восточной Азии? Невыдуманная история настоящей морской фурии. Вдова полностью модернизировала пиратский флот. Устаревшие суда она заменила новейшими торпедными катерами. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Госдепартамент США предупредил о возможных терактах в Ватикане. По мнению экспертов, целью экстремистов может стать собор Святого Петра. Его ежедневно посещают больше 50 тысяч человек. Власти успокоили прихожан и туристов, заявив, что уровень подготовки служб безопасности в Ватикане очень высок. Но кто на самом деле охраняет святыню католического мира? Есть ли у Папы свое ЦРУ? И чем занимаются эти люди? Ватикан не всегда был таким, каким мы его знаем. До 19 века он имел территорию около 16 тысяч квадратных километров и население порядка 3 миллионов человек. Но завершение объединения Италии в 1870 году привело к ликвидации папского государства. Смириться с потерей земель и власти понтифик Пий IX отказался. Он запретил католикам участвовать в парламентских выборах и призвал их бойкотировать объединенное итальянское государство. Трудную для церкви ситуацию помогли разрешить фашисты. В 1929 году Бенито Муссолини заключил так называемые Латеранские соглашения. Тогда и был создан современный Ватикан. Италия признала за 100 акрами римской земли статус суверенного государства и выплатила святому престолу финансовую компенсацию в 1 миллиард 750 миллионов лир. По тем временам гигантские деньги. Муссолини просто не мог обойтись без содействия церкви. Он остро нуждался в поддержке Ватикана. Официально сегодня Ватикан это теократическая монархия. Порядок на территории страны с 1506 года поддерживает Папская гвардия, состоящая из наемных швейцарских гвардейцев. Но только ли они охраняют покой Святого Престола? Есть организация так называемая Опус Дэя. Собственно, это вот скорее всего это такой единый информационно-разведовательный центр, который аккумунирует информацию, аккумунирует лучших отборных самых отборных сотрудников, которые будут самым сократным способом влиять, организовывать, осуществлять различные операции и влиять на ход каких-либо событий, происходящих в мире. Но точной информации по этому поводу естественно никто предоставить не может. К священной разведке в свое время исследователи относили и монахов ордена и иезуитов, доминиканцев, деятелей различных благотворительных организаций, вплоть до знаменитого Красного Креста, который, по мнению ряда историков, после окончания Второй мировой войны принимал активное участие в сокрытии нацистских офицеров. Это очень-то удивительно, что эсэсовцы, то есть военные преступники, они бежали по тем же самым маршрутам, через те же самые монастыри, с помощью тех же самых католических священников, которые до этого спасали евреев, которые бежали из Германии. То есть вот такой вот исторический парадокс. По обвинениям в шпионаже католических священников не раз высылали из различных государств, а некоторых из них даже приговаривали к смертной казни. Например, в 1948 году в Венгрии за разведдеятельность арестовали кардинала Минсценти, в 1951 году в Румынии и епископа Шуберта, а в 1952 в Болгарии епископа Басилкова приговорили к расстрелу. Но действительно ли священнослужители работали спецагентами? И удалось ли хоть кому-нибудь раскрыть папский заговор и проникнуть в святая святых Ватикана? Что они там искали? Пожалуй, больше всего искатели привлекают знаменитые архивы Ватикана. Считается, что любой, попытавшийся войти туда без разрешения, будет отлучен от церкви. Некоторые верят. В этих стенах можно найти ответы на самые сложные загадки истории. За всю историю современного папства проникнуть на территорию запретного хранилища удалось лишь советскому агенту Иосифу Григулевичу. Он работал под именем Теодор Кастро. В октябре 1951 года наш разведчик был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Коста-Рика в Италии, а затем в Ватикане и Югославии. Это единственный случай в истории, когда нелегал возглавил посольство в чужой стране. И не в одной, а сразу в трех. Его называют разведчиком, которому везло. Говорят, Сталин хотел убить его, но не успел. Теодор прожил до 88 лет и, кажется, умер своей смертью. Он написал много книг о Ватикане и папстве. Но главные его труды – секретное донесение. Конечно же, никто никогда не публиковал. Но какие цели преследует Папа Римский? Зачем ему собственная шпионская сеть? По одной из версий, главная задача каждого понтифика, восходящего на престол – возвращение власти в руки католической церкви. Они пытаются оказать свое политическое влияние, они пытаются развалить, например, украинскую церковь и разваливают ее удачно. Уже развалили православную церковь на две, на московскую подчинение и украинскую церковь, плюс униатская церковь, о которой все забыли. Это вообще полукатолическая церковь, полуправославная. Везде они суют свой нос. Череда скандалов связана и с банком Ватикана. По одной из версии, ради его создания был уничтожен один из крупнейших итальянских банков второй половины 19 века, а его директора Роберто Кальви нашли повешенным на лондонском мосту. Официально полиция признала это суицидом, но в 1984 году Ватикан выплатил кредиторам банка 224 миллиона долларов с условием официального отказа от любых претензий. Банки Ватикана очень здорово работают с курсами валют. Плюс то, что они суверенное государство и проверка этого банка без разрешения государства запрещена. Поэтому это некая такая черная кошка в темной комнате, о которой все знают, но никто ее не видеть не может. политологи отмечают, с 1991 года Ватикан и лично понтифик вмешиваются во все политические конфликты от Ближнего Востока до Югославии и Украины. С марта 2013 года главой римско-католической церкви стал Папа Франциск, в миру носивший имя Хорхе Марио Бергольо. За 4 года на своем посту он уже попытался наладить отношения с Китаем, активно включился в переговоры Палестины и Израиля, а также проявил заметный интерес к делам Ирака и Сирии. Но какие цели на самом деле преследует глава Ватикана? Шотландские ученые создали дорожное покрытие из пластиковых отходов. Инженер Тоби Маккартни подглядел идею в Индии. Там местное население заделывает выбойны массой из сожженного полиэтилена. Шотландцы усовершенствовали рецепт и перерабатывают отходы в гранулы. Они утверждают, что этот состав на 60% прочнее и в 10 раз долговечнее асфальта. Где уже можно опробовать трассу из бутылок? До каких скоростей позволит разгоняться пластиковый автобан? И сможет ли эта технология стать решением проблемы свалок? Летний ремонт проезжей части можно будет закончить всего за несколько дней. Именно такие темпы дорожных работ обещают английские инженеры, создатели шоссе из пластика. Революционный рецепт уже применили в графстве Камбрия на северо-западе Великобритании. На эту дорогу мы отгрузили тысячу тонн пластикового состава всего за пару недель. Трудно сказать, сколько всего километров мы им покрыли. Наш материал это отдельные блоки. Мы укладываем их локально, где требуется. Необычную технологию англичане подсмотрели в Индии. Первая в мире дорога из пластика появилась там еще 15 лет назад. За это время рабочим ни разу не приходилось ее ремонтировать. Вот дорогу тестирует 40-тонная фура. Покрытие отлично выдерживает нагрузку. Специалисты уверяют, так называемый пластиковый асфальт одинаково хорош и для скоростного электрокара, и для тяжелого танка. Сегодня мы уже построили более 20 тысяч миль дорог с использованием пластиковых отходов. Для Индии, которая ежедневно генерирует более 15 тысяч тонн пластиковых отходов, это настоящая панацея и как спасение от мусора, и как экономичное строительство дорог. Пластиковое покрытие трассы на самом деле все равно включает в свой состав привычный асфальт. Его здесь почти 80%, а вот остальные 20% пластик из переработанных отходов. Специалисты уверяют, эта технология позволяет не только продлить срок службы покрытия, но и в несколько раз уменьшить его себестоимость. То есть это гибридная смесь песка, каменной стружки и горячего битума, к которым добавляется измельченный пластик. Но точный состав нашего материала держится в строжайшем секрете. Для создания экотрассы в Великобритании было переработано 150 тысяч бутылок и 300 тысяч полиэтиленовых пакетов. Воодушевившись новой технологией, правительство Канады вложило в развитие аналогичной отрасли 750 тысяч долларов. Но эксперты отмечают, успех проекта в теплых странах еще не гарантирует, что новинка приживется в северных регионах. Например, по мнению экспертов, российские морозы и снегопады от такой дороги ничего не оставят. Но каждый сам для себя, например, в своем дачном поселке или в садоводстве может рассмотреть в том числе и строительство дорог из пластика. И кто знает, может быть, именно на частных территориях в России мы увидим первые пластиковые дороги или дороги с солнечными батареями или с какими-то еще функциями. Для более масштабного производства это пока слишком рискованный эксперимент. И несмотря на то, что технология существует уже 15 лет, ни расчетливая Германия, ни футуристичная Япония пока не торопятся внедрять экологичную новинку. Далее в программе. Дом, который построил Джек. Почему привидения селятся в заброшенных домах и уютных отелях? Откуда берутся фантомы? И где их можно встретить? Призрак – это, скорее всего, природное явление. В большинстве случаев его можно попытаться объяснить какими-то законами обычной нашей физики. Чудо-остров попасть на которой непросто. Почему окрестности горы Рорайма называют затерянным миром? Правда ли, что на этой территории обитают доисторические животные и живут племена людоедов? Эта огромная плоская вершина действительно как взлетная полоса, спрятанная от людей за облаками. Ацтекский волк. Археологи обнаружили ритуальное захоронение волка в руинах пирамиды ацтеков. Чем животное заслужило столь пышные похороны? Сердце, вырванное из тела волка, было принесено в жертву по определенному ритуалу. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Группа туристов из США пропала в джунглях Венесуэлы. Они пытались самостоятельно добраться до плато Рорайма, более известного как затерянный мир Артура Конан Дойля. Рорайма считается священной землей индейцев. Криптозоологи называют ее гиблым местом, уфологи аномальной зоной. Это одна из самых малоизученных территорий на планете. Некоторые исследователи считают, что здесь до сих пор обитают реликтовые животные и живут дикие племена каннибалов. Что же происходит в загадочных землях? Почему именно над Рораймой непрерывно гремят грозы и идут дожди? И правда что реки на плато разноцветные? Дом богов. Так называют гору Рорайма местные индейцы племени Пимон. Они считают, что на этой земле, окутанной туманами, обитают древние духи. Эту территорию многие считают прототипом знаменитой затерянной земли Артура Конан Дойла. Рорайма и правда будто сошла со страниц фантастических книг. Например, это одно из немногих мест на планете, где вода в реках окрашивается в самые невообразимые цвета. Считается, что именно эти разноцветные источники стали причиной, по которой первооткрывателям загадочной земли просто не поверили. В середине 19 века немецкий ученый Роберт Шомбрук и британский ботаник Ив Серн напечатали доклад о своем путешествии на Рорайму в одном из немецких академических журналов. Эксперты посчитали коллег просто фантазерами. На вершине растут лишайники, покрывающие камни и имеющие черный цвет. И также есть красный песчаник, из которого сложена вершина горы, которая придает воде красный цвет. В результате чего с этой горы постоянно низвергаются несколько водопадов, имеющие разный цвет воды. Черный и красный. Убедиться в существовании цветных рек и реликтовых животных специалисты смогли лишь через 100 лет, во второй половине 20 века. Сегодня здесь можно встретить туристов со всех концов света. Правда, по словам ученых, это место до сих пор нельзя назвать безопасным. Встретили могилку. Здесь умерла одна операционная, один турист погиб. Это вот ему памятник поставили. Я скажу вам, это на грани силы. Это довольно-таки тяжело. с рюкзаком и дальше больше всего еще утомило помимо рюкзака солнце вот это. Целый день пекло вот это. Мы прибыли в пекло. Одним из удивительнейших феноменов этой земли климатологи считают странное явление. По дороге к плато туристы мучаются от жары, над самой Рараймой идет дождь, а скалы укрыты густым туманом. 2800 метров ее вершину постоянно закрывают тучи, где идет конденсация воды, влаги над горой и все это выпадает постоянными дождями. В эту вершину горы постоянно бьют молнии и там практически нет ни одного дерева, не пораженного разряда молнии. По словам гидов, этот туман становится причиной частых несчастных случаев. Туристы-любители, которые приезжают на остров без проводников, теряются в дымке. Обнаружить их живыми получается не всегда. В архивах спасателей сохранились многочисленные записи о телах, найденных на дне обрыва. Ослепленные туманом, люди просто не видели, что идут к краю пропасти. Не меньшую опасность для туристов представляют подземные лабиринты, которыми опутан весь остров. По словам гидов, любители приключений, которые спускаются туда в одиночку, зачастую не возвращаются. Причина не только в сложности лабиринтов, но и в опасных хищниках, которые могут в них обитать. Один из исследователей, венесуэлец, рассказывал даже, что встречался с 15-метровой змеей, гигантской, вдоль хребта которой шел некий гребешок такой вот, что, говорит, может быть, напоминать гребешки динозавров. Но самым необъяснимым явлением здесь считается пустырь, усыпанный неизвестным веществом, напоминающим металлическую крошку. Его неоднократно исследовали в лабораториях, но определить точный состав не удалось даже с помощью современной диагностики. Оказалось, что состав этого порошка не может быть воссоздан в земных условиях. Уфологи считают, это прямое доказательство того, что вещество имеет внеземное происхождение. Впрочем, некоторые исследователи уверены, и само плато вовсе не чудо природы. Эта гора больше похожа на пирамиду. Ее как будто искусственно выточили из камня. Эта огромная плоская вершина действительно как взлетная полоса, спрятанная от людей за облаками. Вполне возможно, ее построили те, кого древние жители почитали богами, то есть инопланетяне. Не так давно в подземной части плато геологи обнаружили обширную систему тоннелей, на стенах которых сохранились рисунки. Некоторые из них напоминают собой изображение современных космонавтов в скафандрах. Как предполагают исследователи, эти существа могут оказаться жителями других галактик, которые посещали планету в далеком прошлом. Изображали их, по мнению ученых, древние люди. И вполне возможно, что аборигены считали этих космонавтов воплощением богов. Знаменитую Ховринскую больницу, ее называют одним из самых страшных мест в мире, планируют снести в 18-м году. Она входит в мировой список домов с привидениями. Изотерики называют это место аномальной зоной и утверждают, что встретить там фантома проще, чем живого человека. Что здесь творится? И где сегодня на самом деле можно столкнуться с полтергейстом? Что делать, если человек оказался лицом к лицу с тем, кого официально не существует? Ховринская больница. Городская легенда, вышедшая далеко за пределы столицы. Считается, что это жуткое место полно призраков. Говорят, когда-то здесь были кладбище и церковь. И потревоженные стройкой духи теперь не дают покоя жителям окрестных домов. На самом деле, на этой территории никогда не было ни храма, ни кладбища. Здание стоит на месте болота, которое вполне возможно и стало причиной смерти многих людей. Но, как считают исследователи, привидения здесь появились в 90-х. Тогда это место облюбовало сектор радикальных сатанистов. В окрестных районах стали пропадать люди. Вина поклонников дьявола так и не была доказана. Но исследователи подозревали, они совершали человеческие жертвоприношения. При смерти же происходит какой-то выброс энергии. Ну, по крайней мере, человек, он же не просто так умирает. Зачастую вот таким образом появляются привидения тех людей, которые погибли трагически. Мы считаем, что призрак это прежде всего явление. Это, скорее всего, природное явление. В большинстве случаев его можно попытаться объяснить какими-то законами обычной нашей физики. Крис Крис МакКиннелл внук знаменитых охотников за привидениями Эда и Лоррейн Уорренов. Крис продолжает семейное дело, ведь ему, как никому другому, известно, что призраки это не выдумки. Эд и Лоррейн Уоррены за свою жизнь расследовали более четырех тысяч паранормальных происшествий. Но самым опасным местом пара считала неприметный дом в маленьком городке Амитивиль в пригороде Нью-Йорка. Этот коттедж стал местом жестокого преступления. Молодой мужчина расстрелял всю свою семью. Мать, отца, двух сестер и двух братьев. Даже если вы заплатите мне миллион долларов, я все равно никогда не вернусь в это место и не переступлю порог этого ужасного дома. После случившегося дом был продан с молотка за бесценок. Но семья, купившая жилье, сбежала из коттеджа через 28 дней после переезда. С тех самых пор кровавый особняк в Амитивилле пустует. Внук охотников за привидениями Крис МакКиннелл рассказывает, что души умерших людей задерживаются в нашем мире только с одной целью – завершить важные дела. И не всех призраков нужно бояться. Некоторые из них вполне дружелюбны. Он сам неоднократно сталкивался с привидениями. Мое первое дело было довольно любопытным. Я прибыл в дом с призраками и услышал шум. Но это был не обычный шум, к которому мы привыкли, но нечто иное. Было ощущение, что кто-то постоянно стучит кулаком. Я видел что-то совершенно темное, черную фигуру наверху. Это была женщина. Она кричала. Я хотел выйти в дверь, но она оказалась заперта на ключ. Это было удивительно и страшно, конечно. Однако официальная наука не разделяет мнение американского исследователя. По мнению швейцарских ученых, призраки – это всего лишь плод человеческих фантазий и самовнушения. По словам экспертов, в США отели с привидениями уже давно стали выгодным бизнесом. Здесь каждое паранормальное явление на счету, а по местам обитания полтергейстов водят экскурсии. Видите, прибор заливается, показания зашкаливают. В этом месте мы постоянно видим призрак маленькой девочки в синем шаре. Вот прямо на этом стуле я ее видела. Номера в таких гостиницах, по словам гидов, стоят примерно столько же, как и в обычных. Однако забронировать комнату в отеле с привидениями куда сложнее, ведь у призраков весь год высокий сезон. Вы знаете, у нас нет высокого или низкого сезона, как в обычных отелях. Люди едут всегда. Для них это приключение услышать какой-то шорох, увидеть, что дверь сама собой закрывается. У нас в отеле больше десятка призраков, и у каждого своя история. В Румынии на торги выставлен отель с привидениями Децибал. По словам владельцев, в гостинице живет дух, охраняющий сокровища, зарытые под ней. На аукционе они намерены получить не менее миллиона евро. Специалисты заявляют, для небольшого двухзвездочного отеля в нетуристическом районе это очень высокая цена. Сейчас вот румынский отель Децибал попал в рейтинг отелей с паранормальными явлениями. И все, его цена взлетела. Сегодня попасть отелю в рейтинг паранормальных это то же самое, что для ресторана получить звезду Мишлен. То есть гарантированный приток клиентов. Однако ряд специалистов считает, что никаких отелей с призраками нет. По их мнению, у людей, оставшихся ночевать в незнакомом месте, просто разыгрывается воображение. А хозяева таких гостиниц пользуются этим для привлечения любителей острых ощущений. Вот человек остался в гостинице и у него дверь случайно открылась сквозняком. Все, человек думает, что это призрак ее открыл. Тем более, если ему до этого сказали, что это отель с привидениями и тут бродит какой-нибудь дух повесившейся девочки. Людские страхи и суеверия стали причиной появления неписанных правил в гостиничном бизнесе. Например, во многих отелях нет 13-го этажа и 13-й комнаты и часто отсутствуют номера с двумя шестерками. В руинах древнего храма Темпла Майор в Мексике ученые обнаружили ритуальную могилу волка. Предположительно, она относится к культуре ацтеков. Ей не меньше 500 лет. Исследователи считают, что захоронение сделано во время правления императора Ауиз Отля. Найденные останки животного украшены золотом и драгоценностями. 22 золотых изделия, каждая из которых обладает своим значением и расписана определенными символами. Но почему индейцы похоронили животное в священном месте с особыми почестями? Что символизировал этот хищник? И может ли находка оказаться ключом к поиску гробниц ацтекских правителей? В самом центре Мехико нашли ритуальное захоронение волка. Подобных открытий в древнем городе не случалось более века. Останки животного погребли с почестями и богатыми дарами. В могиле волка археологи обнаружили 22 предмета, среди которых подвески с изображениями неизвестных символов, украшения для носа и круглая нагрудная пластина. Все из тонкого золота. Захоронение, которое было найдено, оно, конечно, уникальное, потому что конкистадоры, они потрудились, чтобы уничтожить этот старинный город и на ней на обломках возвести новый город. Современный Мехико возведен прямо на руинах столицы ацтекского государства Теначтетлана. Именно по этой причине ученые не могут провести полноценные раскопки. Главную площадь города и кафедральный собор построили поверх Темпла-майор или великого храма Теначтетлана. Могила была найдена в том месте, где, по предположениям историков, располагалось подножие каменных ступеней древнего сооружения. Ее обнаружили, когда два дома колониальной новой работы по проведению водопроводов и наткнулись на это захоронение случайно. Это захоронение поближе к поверхности земли. И когда ее вскрыли, даже не ожидали, что там обнаружат золото. Потому что я думаю, что когда проводились такие работы раньше, то тайно все это расхищалось и все. И ничего не находили. Археологи, которые вслед за коммунальными службами продолжили исследование, наткнулись на небольшую каменную гробницу. Внутри они обнаружили останки жертвенного животного, молодого волка, убитого и захороненного более 500 лет назад. Но кто и зачем совершил это ритуальное убийство? Племена воевали между собой. И, конечно, может быть, это был ритуал, посвященный какой-то желаемой победе. То есть для этого приносили в жертву не только животных, но и даже людей, чтобы обеспечить победу над врагом, вот так можно сказать. Для этого создавался некий ритуал торжественный и, конечно, захоронение, потом торжественно захоранивали. Но насколько это было оправдано, может быть, они и победили в этой борьбе, мы не знаем. Морда волка была обращена на запад. В ацтекской мифологии этот хищник символизировал Уицела Почтли, бога войны и солнца, покровителя Теначтетлана. Они верили, что волк или собака сопровождают павших воинов во время опасного путешествия в иной мир. Возможно, некоторые тайны об этом периоде раскроет сам золотой волк. Ученые хотят еще раз исследовать останки волка, в частности, исследовать грудную клетку, ребра волка и подтвердить теорию жертвоприношения. Руководитель расскопок считает, что сердце, вырванное из тела волка, было принесено в жертву по определенному ритуалу, по такому, по какому приносили в жертву воинов, попавших в плен, по ацтекскому ритуалу. Вероятнее всего золотого волка принесли в жертву во время царствования Ауисотля, жестокого и воинственного императора. Его заслугой считают расширение границы Ацтекской империи далеко на юг, до пределов современной Гватемалы. Он был предпоследним правителем доколониальной Америки. Легенда гласит, в погребальный костер вместе с его телом бросили сердца двухсот рабов. Прах Ауисотля собрали в урну и похоронили рядом с жертвенным камнем. В индейских источниках встречаются упоминания о том, что рядом с останками императора положили богатые дары. Историки до сих пор гадают, где располагается могила некогда самого влиятельного человека в Южной Америке. Исследователи полагают, что захоронение волка поможет найти могилу Ауисотля. Как правило, подобные захоронения всегда оказывались рядом. И такие могилы могут оставаться еще не разграбленными. Впрочем, есть и другая версия. Молодого волка могли принести в жертву во время 70-дневной осады Тенач-Титлана перед решающей битвой с конкистадорами. Подобных захоронений ранее ученые нигде не встречали. Это говорит об исключительной важности захоронения и этого ритуала. Ацтеки полагали, что дух волка поможет им одержать победу над испанцами. И дух волка поможет воинам умереть достойно. Если бы удалось расшифровать знаки золотых пластин в погребении, то многое для ученых стало на свои места, в том числе смысл ритуального захоронения. По мнению историков, культ волка имел такое же значение и на территории России. Так, недалеко от Байкала археологи обнаружили загадочное захоронение. На дне ямы были найдены скелет хищника и череп человека. Любопытно, что останки животного появились в могиле на 500 лет позднее. Ученые выдвинули гипотезу. Волк помогал мужчине попасть в другой мир. Хронологически захоронение соответствует ацтекскому. В ответ на успех фильма о пиратах Карибского моря южнокорейский режиссер Син Сан Ок предложил экранизировать биографию мадам Вонг настоящей королевы пиратов. С 1946 года она наводила ужас на моряков Юго-Восточной Азии. Но каким образом хрупкая девушка стала грозой морей? И как во времена, когда женщина на корабле сулила несчастье, пиратка управляла целым флотом. Достоверных сведений о мадам Вонг мало. Неизвестно даже, как она выглядела. Если верить журналистским расследованиям, будущая гроза двух океанов танцевала в ночном клубе Гонконга. 17-летнюю красотку звали Шан Юй Цзи. Однажды на шоу пришел Вонг Кун Кит. Юная танцовщица покорила его сердце, и в тот же вечер несмотря на разницу в возрасте танцовщица согласилась. Вонг Кун Кит поведал ей, что работает на правительство, и, как считают исследователи, в этом он не врал. В Китае вышивала гражданская война. И он был человеком не просто ниоткуда, он был человеком приближенным к режиму Чань Кайши. Грубо говоря, с современным языком группировка Чань Кайши, они его крышевали. То есть это был их человек, который решал определенные вопросы в их интересах. В 1946 году Вонг Кун Кит гибнет. Как гласит легенда, два ближайших помощника завели разговор о преемнике. Они предлагали вдове крупную сумму в виде отступных. Мадам Вонг молча выслушала их речи, а затем застрелила обоих. Она сама заняла вакантное место. После этого инцидента ее права никто не оспаривал. Мадам Вонг явно была авантюристка. Жадная до денег, но при этом крайне осторожная. Она понимала, что значит инвестировать в свой бизнес. Вдова полностью модернизировала пиратский флот. Устаревшие суда она заменила новейшими торпедными катерами и канонерскими лодками, оснастив их скорострельными пушками, современными средствами связи и навигации. Мадам Вонг не разменивалась по мелочам. Суда водоизмещением менее тысячи тонн и прибыли менее ста тысяч долларов ее вообще не интересовали. Первой операцией мадам Вонг стал захват голландского судна Ван Хойц. Добыча пиратов составила 400 тысяч фунтов стерлингов. В мае 1951 года бандиты остановили в море португальское грузовое судно Апорта. Команда успела послать в эфир сигнал СОС. В наказание всех людей расстреляли. Пиратство это немножко романтизированный разбой. То есть это обычные разбойники с большой дороги которые появляются везде и на суше и на море но на суше они как-то таким орелом романтики не овеяны сразу их там в тюрягу Размах разбойного бизнеса поражал масштабами. По различным оценкам под властью королевы пиратов находилось от 5 до 10 тысяч подданных. Флот империи составлял 150 200 единиц. По разным подсчетам под командованием вдовы ограбили несколько тысяч судов. Схема была достаточно простая. Присматривалось судно в порту которое пойдет в рейс с большим запасом какого-то дефицитного товара. На это судно приходил представитель организации Вонговской и говорил хотите чтобы судно дошло благополучно вам надо оплатить такое-то количество долларов. Вне работы мадам Вонг вела светскую жизнь. Страстно увлекалась азартными играми. Под вымышленными именами в мехах и бриллиантах она блистала на раутах. В казино проигрывала и выигрывала огромные суммы. Неизвестно была ли на самом деле эта история или же ее выдумали журналисты. В 1962 году вице-президент Филиппин принимал высоких гостей. Вокруг привлекательные женщины около рулетки столпились любопытные. Так могла бы играть сама мадам Вонг. Гости дружно рассмеялись а через неделю вице-президент получил письмо «Благодарю за приятно проведенный вечер. Вонг Синкаку». Времена стремительно менялись. Правительству Тайваня хотелось избавиться от старого партнера. Ее подопечные нападали на суда снабжения США, а это грозило проблемами всему государству. Американцы тут же взяли за шивор Тайвань и те сказали бабушке, что давай ты как сворачиваешь свою деятельность. Ничего мы против тебя лично не имеем, но надо это дело заканчивать, потому что ребята из Вашингтона недовольны. Новым бизнесом мадам Вонг стала контрабанда драгоценностей. На суше пиратка вела себя так же дерзко, как и на море. По примерным подсчетам ежегодная прибыль преступной корпорации составляла 150 миллионов долларов, а совокупный доход 1 миллиард. Деятельностью мадам Вонг заинтересовался Интерпол, но выследить и поймать криминальную богиню агенты не смогли. Для истории она так и осталась загадкой. Андре Мороа говорил, самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Давайте их разгадывать вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова